Добрый день, уважаемые зрители канала Гарденску. Сегодня наш рассказ о обрезке и стрижке сосен. Самый популярный вопрос в мае это когда щипать сосны. Но сначала мы поговорим не о том, когда, а о том зачем. Зачем же портить наши любимые красавицы огромные гигантские сосны. Самый первый вариант это сосна посаженная не на месте. То есть когда мы сажаем маленький сеянец размером 30 см. Мы не рассчитываем, что он превратится в 50 метрового гиганта. И соответственно пытаемся уменьшить его размер. Второй вариант это цельнооправленно сажается растение для создания своей формы. Своего видения сосны. И опять же стрижка, это своего рода медитация, помогает расслабиться, отдохнуть от повседневного труда. Очень хорошее занятие. Но надо помнить две важные вещи. Во-первых, если мы начали стричь сосну, мы должны будем это делать ежегодно. То есть каждый год в мае мы должны будем обрезать свою сосну. И второй вариант, что обрезая вслепую всю сосну, не прореживая ее, а полностью просто щипывая всю крону, мы очень сильно загущаем наше растение. И это приводит к многочисленным заболеваниям сосен. И прежде всего это приводит к возникновению ржавчины. Ржавчина это народное название. На самом деле это смоляной рак или серянка. У него два возбудителя. Один из них находится все время у нас в садах, на сорняках. Второй только на соснах. Определить возбудителя вот так вот, глядя на него, невозможно. Это надо отдать в лабораторию. Но следует помнить, что сосна светолюбивое растение, которое должно все время проветриваться. И если она не проветривается, солнце не попадает в центр крона, начинается серянка, ржавчина хвоинок и другие заболевания сосны, которые, обгрузившись внутрь кроны, я обнаружила опять побег ржавчины, который нужно обязательно вырезать очень аккуратно секатором. Секатор мы должны после этого обязательно продезинфицировать. Пораженный побег. Вот вы видите, уже началось спороношение. Аккуратно, аккуратно мы выбрасываем наш побег, и он будет немедленно сожжен. Поэтому внутрь кроны мы должны залезть в первую очередь до обрезки. Все должно быть здесь чисто, вычесано. Все лишние веточки, загущающие крону, должны быть удалены. Потому что, как я уже говорила ранее, загущение сосны приводит обязательно к болезням и вредителям впоследствии. Так как стволовые вредители, все поселяются обязательно в ослабленные растения. Но теперь самое главное. Обычно это конец мая, начало июня, в зависимости от погоды. Но первый признак, это когда наши свечки полностью выдвинулись, и нижние хвоинки отошли от стволика. Это сигнал к тому, что время стричь. Теперь второй вопрос. Как мы это делаем? На заре моей садовой деятельности была строгая задача прищипывать сосну четко руками. Якобы все хвоинки, попадающие в обрезку, портятся, и потом портят внешний вид сосны. Но представим трехметровую сосну, которую мы ежегодно стрижем. И как мы это будем делать руками, я не знаю. Поэтому просто берем секатор, ножницы, и обрезаем на заданной высоте. Обрезаем на заданной высоте. Высота, или та часть, которую мы срезаем, зависит от формы, которую мы хотим создать. То есть, если мы увеличиваем высоту, мы обрезаем одну треть. Если мы сокращаем высоту растения, держим его на определенной высоте, то мы удаляем две трети свечки. То есть, вот наша свечка, две трети мы ее удаляем. Это главное в обрезке, прищипке сосны. Так мы должны пройтись по всей сосне. Но есть еще один важный момент. Когда наша сосна уже стрижется не один год, она выдает нам вот такую мутовку в свечек. И всегда в этой мутовке присутствует главный побег, самый сильный, самый высокорослый. Так как все деревья имеют стремление роста вверх, то есть опекальное стремление, то всегда в любой мутовке присутствует этот центральный побег. Он самый сильный, самый мощный, и он всегда будет выше других, толще других. То есть он нам совсем не друг. Наша задача его выбрать и полностью удалить. Как мы это делаем? Просто полностью его вырезаем. Все остальные укорачиваем, а главный побег удаляем полностью. Еще раз повторюсь, очень важно удалить главный побег. Он будет брать на себя всю силу роста, он будет очень толстым, он будет выделяться в сосне, и он нам совершенно не нужен. Потому что, когда мы просто начинаем щипать молоденькую сосну, у нее еще мало побегов, там на это можно не обращать внимания, просто прищипнуть руками каждый наш молодой побег, так называемую свечку. Но когда сосна уже большая, на ней много побегов, много веток, она уже очень сильно загущена, удаление центрального побега мутовки имеет очень важное значение. То есть мы удаляем, все остальные укорачиваем на две трети. Все. Так мы проходим по всей сосне. И если у нас сосна большая, мы берем другой инструмент. После удаления центральных побегов мы берем кустовые ножницы и просто подстригаем все наши свечки. Итак, мы закончили обрезку сосны кустовыми ножницами. И сейчас приступаем к этапу проверки. Ручным инструментом уже проверяем длину каждого нашего прироста, каждой свечки. Где они выбиваются из нужной величины, мы их должны подкорректировать руками. А после обрезки, закончив всю крону, надо обработать препаратами скор, тапаз, которые защитят нашу сосну от ржавчины. Итак, обрезка шаровидной сосны закончена. Здесь очень простая крона, простая обрезка. Мы повторим этапы обрезки. Итак, первое. Прочищаем крону, удаляем все загущающие побеги, удаляем верхушечные побеги, которые мы зрительно, их сразу увидим, они самые толстые. То есть они будут расти и стремиться вверх. Мы их удаляем полностью. И потом прищипываем руками, любым инструментом, кусторезом, секатором. Чем вам удобно? Прищипываем наши свечки на нужную нам высоту. От одной трети до двух трети. Одна треть обязательно должна остаться на дереве. Проверяем. Все, обрезка этой сосны закончена. Сейчас мы перейдем к другой сосне, и там будет другая обрезка. А сейчас мы рассмотрим пример обрезки сосны другой формы, так называемые неваки. Это сосна, стригущаяся в определенном стиле, растущая в грунте. Если бонсай – это растение, выращенное в плошке, то неваки – это грунтовая сосна, обрезанная определенным образом. Здесь у нас выделены уже несколько лет назад определенные ветви. Сосна нам сама подсказала, какие ветви у нее хорошо растут, которые хорошо расположены, направлены в разные стороны. Японцы считают, что должно быть обязательно нечетное количество ветвей – один, три, пять. Пять – это уже много в одной плоскости, в одной мутовке. Здесь я оставила по одной. Сосна сама так легла. Все побеги, отрастающие на стволе, мы просто удаляем. Они нам не нужны, потому что хорошие ветви из них не вырастут, а так они будут только мешать. В чем же состоит наша обрезка? Обрезка направлена на обрезку, обрезку, прищипку молодого прироста в ветви, которая уже зафиксирована в определенной форме. То есть идет побег продолжения, его мы оставляем, он еще несколько лет порастет, и потом выберем его окончательную длину. Это будет зависеть от общего ракурса, от общего роста всех ветвей этой сосны. И в идеале, если эта форма будет треугольником и сходить на нет к побегу продолжения. Просто подстригаем все наши свечки на определенной высоте. Если их уже много, можно также стричь кустовыми ножницами. Особое внимание надо уделить побегу продолжения, он уже заранее подвязан. Здесь мы аккуратненько обрезаем растущий с ним в одной мутовке. Он продолжается. Чуть-чуть его укоротим, чтобы он заложил почки на следующий год побольше. Продолжаем обрезать. Все должно быть аккуратно. Здесь мы уже не удаляем центральные опекальные побеги в мутовке, потому что эта ветка еще слабо растущая, слабо обросшая, вернее. Поэтому мы оставляем все. Если покажется, что какие-то свечки загущают, их потом можно удалить полностью. Ну вот, одну ветвь мы обработали, подстригли. Сейчас мы все это повторим со всеми ветвями этой сосны. Субтитры сделал DimaTorzok Следует остановиться еще на одном очень важном моменте. На тех ветвях, где нам не нужен уже новый прирост, нужно выщипать хвою. Там, где есть охвоение, возможно просыпание почек. То есть почки в этих местах проснутся. Можно их вырезать, но лучше просто выщипать. То есть прироста в этих местах уже не будет. И сосна будет выглядеть более изящно. Вместе с приростом. Вот так, аккуратненько. То есть останется охвоение только на приросте этого года. Ну, несколько иголочек, не страшно. И когда они обрастут, сосна будет очень изящна. Повторюсь еще раз. Если вам не нужно, чтобы сосна росла в этом месте, на этом побеге, на этом конкретном участке, тогда мы выщипываем все иголки. Если вам прирост нужен, иголки оставляем. Вот просто. И легко удаляются иголочки. Сейчас мы с вами находимся около сосны. стрижной стрижной в стиле Ниваки. Она уже практически сформирована полностью. И теперь каждый год только идет процесс удаления и прореживания, удаления свечек и их прищипка. Также удаление лишней хвои, потому что здесь уже не нужно загущение шапок. Нужен наоборот воздух, изящество. Здесь как раз можно остановиться на тему, зачем же японцы придумали такой стиль обрезки своих сосен. Они просто элементарно облегчают крону, чтобы она была более сквозистая, более легкая из-за тяжелых снежных навалов, которые случаются в Японии. У нас они тоже зачастую очень-очень сильно вредят нашим растениям. Поэтому сосна должна быть сквозистая, воздушная, изящная. Этого мы добиваемся нашей обрезкой. Приступим. Субтитры создавал DimaTorzok и это мы повторим с каждой нашей веточкой. Можно даже немножечко укоротить иголочки. Итак, уважаемые зрители канала Garden School, мы закончили нашу обрезку. Стригли мы сегодня сосну обыкновенную, две сосны в форме Неваки, одну сосну в стиле пинии. Пинии итальянская сосна, имеющая очень красивую крону. Именно эту крону в лаконичном таком миниатюрном варианте я пыталась повторить. И резюме наших главных принципов обрезки сосны. Первое. Мы удаляем центральный, самый главный, самый большой побег в каждой мутовке. Остальные свечки в каждой мутовке сосны мы обрезаем, прореживаем при загущении крону сосны в обязательном порядке, потому что загущение приводит к болезни. И еще один важный момент, после обрезки мы должны обработать от болезней, потому что очень много спор ржавчины на соснах, и с этим надо обязательно бороться. Для этого используются такие препараты, как скорый топаз, были рады, эта передача вам понравится. Подписывайтесь на наш канал. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok